Мир вам всем! Слава Господу! Я буду сегодня проповедовать о благословении, в смысле, что мы должны благословлять людей. Божья воля, чтобы люди были благословлены, Господь хочет, чтобы они были благословляемы. Некоторое время назад мне приснился сон, в котором пришло Слово Господне, что важно благословлять людей, нужно благословлять людей даже, если у них в жизни что-то неправильно. И когда я проснулся и в течение дня, я открыл Библию, у меня открылась Евангелие от Матфея, 5 главу, 44 стих, в котором говорится «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Господь хочет, чтобы Церковь Божья стала источником благословения для людей. Иаков говорит так, что из наших уст должно исходить благословение и не должно быть никакого проклятия. Проклятие – это не то, когда мы желаем человеку только плохое, но когда мы что-то говорим негативное. Вы все можете согласиться, что благословением не являются слова, которые обижают людей. Благословение, оно приходит свыше от Бога. Написано, что от Бога свыше приходит всякий совершенный дар и всякое даяние доброе. И Господня воля, чтобы на благословение на людей приходило бы, пришло. Люди мечтают о благословениях, но некоторые не понимают значения этого слова. Все хотят что-то иметь в смысле – это благословение. Люди хотят приобрести вещи, имущество. Да, это благословение. Но благословение дает Бог. Написано в послании Ефесянам 1 глава 3 стих, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах. То есть через Иисуса Христа Бог вожелал благословить нас всеми благословениями. Его воля, чтобы люди были благословлены. И не только мы с вами, но другие люди вокруг нас. Бог хочет, чтобы благословение приходило через народ и не приходило проклятие, не приходило что-то отрицательное. Он создал священнослужителей еще в Ветхом Завете с несколькими целями. И одно из их назначений предназначалось, чтобы благословить или благословлять Божий народ. Книга Второзакония, 10 глава, 8 стих. Господь сказал о Леве, то есть это колено священников. И Господь сказал, что в то время Он отделил Господь, Господь отделил колено Левина. Для чего? И там говорится, чтобы носить ковчег Завета Господня. Первое. То есть они носили славу Божию, носили то место, где пребывал Господь. Господь говорит нам в Новом Завете, вы храм Божий. И Дух Божий живет в вас. Итак, первое мы созданы, чтобы носить в себе это Божье присутствие, Божье благословение. Наше сердце, как святое святых, должно быть, как ковчег Завета, в котором обитает Господь. И левиты должны были носить этот ковчег, хранить его. Они стояли на страже, они охраняли этот ковчег, потому что это великая святыня. Они дежурили ночи, днем. Они совершали также служение в храме, в Скинии, потом в храме. Это было их задачей. И дальше говорится, носить ковчег Завета Господня, затем предстоять пред Господом. То есть должны были избраны люди из всего народа Израилева, которые стоят пред Богом в молитве. Господь хотел, чтобы были постоянные молитвенники. Это была воля Божья еще с Ветхого Завета. Но у людей были обязанности, у народа были работы, дела. И Господь сказал, я хочу все поколение сынов левия забрать у вас для служения, чтобы они предстояли пред моим лицом. Предстоять пред Богом – это большая честь. Некоторые или даже многие, может быть, не до конца понимают, что стоять в молитве пред Богом – это огромное благословение. Некоторые пренебрегают этим, но на самом деле это большая привилегия. Иисус Христос, Он дал нам доступ приходить к всем, к Отцу в одном духе, стоять пред Богом. В Ветхом Завете, я хочу вернуться, только некоторые могли предстоять пред Его лицом. Это священники, первосвященники. И также Бог помазывал Духа Святым Пророков, и Пророк мог стоять пред лицом Господнем. Господь говорил, как особое благословение, допустим, сынам Рихава, Рихавиты, то есть эти сыновья Рихава. Рихав был человек, который держался правильных принципов. Он не употреблял вина совершенно. И он жил в полях. И он сказал своим детям, чтобы они не употребляли никогда спиртного. И они, чтобы жили в шатрах. И он сказал, и тогда вы проживете очень долго. Дети слушались Его. И из поколения в поколение никто не прикасался к вину. Это были сыны Рихава. И Господь направил пророка Иеремию к ним, чтобы испытать их. И он сказал, налей чаши вина и принеси им. И он принес им. Но они сказали, мы не будем это пить, потому что наш отец заповедал нам не делать это. Они знали, что это Божий пророк, но они твердо держались наставление, которое им дано было отцом. И Господь сказал, ты видишь сынов Рихава. Мой народ не слушает Мое Слово, а этот народ, он слушает Слово Своего Отца. И за то, что они были исполняемы, то есть исполняли Слово Отца, за это не прекратится в их поколениях муж, предстоящий пред лицом Моим. То есть Бог из поколения в поколение будет избирать кого-то из них, как пророка, который будет иметь право стоять пред лицом Господнем и получать Слово от Бога, получать весть от Святого Духа. И так это была особая привилегия, и Бог наградил их этим благословением, когда дети Рихава, они стояли пред лицом Божьим. Поэтому христиане, они не употребляют спиртное, я имею в виду истинные христиане. Они живут по законам Слова Божьего и Духа Святого, остерегаясь от всего греховного, чтобы быть угодными Богу и святыми. И священники не должны были употреблять вина, когда приходят в храм, а мы с вами служим Богу день и ночь, и поэтому я просто говорю еще для тех, кто еще может сомневаться. Может кто-то еще думает, что можно иногда чем-то таким, как в мире говорит, побаловаться. Нет, это игра со смертью, это игра с огнем. Зачем думать о том, как грешить, если можно думать о том, как стать больше святым? Скажите, аминь. Зачем думать о том, как удалиться от Бога, если можно думать о том, как еще можно приблизиться к Нему? И Бог сказал, за то, что эти люди исполняют Слово, и за то, что они не употребляют спиртное, они будут стоять передо Мною. Не прекратится муж, стоящий пред лицом Моим. И так Бог избрал все колено Левина, чтобы они предстояли пред лицом Его. И Он освободил их от других обязанностей, чтобы ничто их не отвлекало. И Он сказал, «Вы Мои, вы Мои за то, что Я искупил вас. Я оставил живых ваших первенцев. Они не умерли, когда умерли все дети Египта. Поэтому вы Мои, ваши первенцы теперь Мои, потому что Я оставил их живых. Они обязаны Мне жизнью». Но затем Господь сказал, «Хорошо, вместо них Я забираю все колено Левина. Я избираю их для служения, чтобы они носили эту святыню, имели бремя это служение, носили на плечах своих. Затем, чтобы они предстояли пред Господом, служили Богу и еще что-то делали важное, благословляли именем Его. Бог избрал их, чтобы они предстояли пред Богом, чтобы хоронили святыню Божью, чтобы служили Богу, пели, молились, жертву приносили Богу. В Новом Завете совершена единственная жертва Иисуса Христа, и именно через кровь Христа, через Его жертву, когда очищаемся, омываемся в крови Иисуса, мы можем иметь доступ к престолу благодати. И если мы будем ходить святыми и праведными, то всегда будем обитать в Духе, то есть всегда обитать в славе Божьей. Мы не будем обычными людьми, мы будем небесными людьми. Мы будем Божьими людьми, рожденными свыше, живущими по законам Духа Святого. И Бог говорит нам в Новом Завете через Петра, что вы род избранный, вы царственное священство, который народ взят и в удел, чтобы возвещать совершенство, чтобы говорить о делах Божьих, чтобы возвещать благословение, нести благословение народу. И подобно тому, как Бог избрал левитов, чтобы благословлять, Бог избрал церковь в Новом Завете. Но я еще хочу вернуться к левитам, и в числах, и говорится о том, как явилась слава Божия, потому что народ благословлял. Вы знаете, что благословение открывается тогда, когда мы начинаем благословлять. И слово говорит о том, и однажды Моисей сказал сынам Израилам следующее. Он сказал, «Совершите вот это, что я вам скажу, и явится слава Господня». И он взял, а Аарона взял его сынов, и он повелел им совершить жертвоприношение. Он обещал, что когда вы это сделаете, то явится слава Господня. Левита, 9 глава, 6 стих. То есть Господь обещал, когда явится благословение, явится слава Божия определенным образом. И что? Они совершили жертву. Они пролили кровь, окропили жертвы, и так далее. Мы говорим теперь уже о жертве Христа. Христос пролил свою кровь на кресте. И мы должны приходить к Иисусу Христу, к этому драгоценному Агнцу Божьему. И тогда мы будем очищены. Он сказал, «Совершите жертву и очистите себя и народ». И после того, как они совершили вот эти части, самые тучные части, они сжигали пред Богом. Вы знаете, были разные жертвы. И среди жертв было всесожжение. Были часть жертв, которые можно было кушать. Можно было мирные жертвы совершить и поесть от этих жертв. Но была жертва, которая сжигалась полностью, и человек ничего себе не брал. Это всесожжение. Это самая большая жертва, потому что человек не пользовался этим для себя, а все отдавал Господу. Иисус Христос, Он всю свою жизнь задал. Он умер за нас. Это всесожжение. Другими словами. И вот, когда перед Господом потрясались вот эти части, что, Господи, мы принесли это пред Тобою, и там брали, знаете, особенные части жертвы, там плечо и так далее. Это все сделали они по закону и так далее. И тогда 9.22 поднял Аарон руки свои и обратившись к народу и благословил его. И сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную, и вошли Моисей и Аарон в Скинию собрания, и вышли и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвенники всесожжение и туг, то есть все тучное, такое жирное. И видел народ, весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. То есть, когда они благословили народ, они совершили жертву, а затем благословили, тогда это сошел огонь с неба, и он поглотил огнем небесным вот эту жертву. Это был огонь, который не разжигали руками, но это был огонь, который сошел с неба силы Духа Святого. Это было знамение, что сам Господь принял эту жертву. И народ тогда увидел это, воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Друзья дорогие, когда мы приходим к Иисусу Христу, и когда мы через Него приступаем к Богу, и мы начинаем благословляться, благословлять людей, молиться за них, тогда приходит Божье благословение. И вот львиты были избраны для того, чтобы благословлять. Это не было проклинающее колено, это было благословляющее колено. То есть, народ, который должен что-то делать доброе. Вы знаете, если бы вы были избраны для того, чтобы готовить пищу, вы не положили бы туда ядовитую пищу. Я уверен в этом. Вы бы принесли только благословение. Если бы призваны работать на кухне, в ресторане, в кафе, это было бы неразумно, это было бы преступно, принести недоброкачественную еду. И вы бы, конечно, не сделали это. Я хочу сказать, во Христе Иисусе мы избраны, чтобы только доброе делать, чтобы только благословлять людей, чтобы из нас исходило благословение, но не проклятие. И когда пришел Иисус Христос, Он сказал, вы слышали заповедь? Люби ближнего своего и ненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благословляйте проклинающих вас. Молитесь за обижающих вас. В Римлянам говорится в 12 главе, 14 стихом, что благословляйте, но не проклинайте. Благословляйте, но не проклинайте. И Господь возложил сегодня на нас это служение, это нести благословение народу, нести благословение нашей земле, нести благословение нашим окружающим людям, соседям, родственникам, сотрудникам по работе. Вы избраны быть благословляющим лицом. И если в Ветхом Завете Господь разрешал им отомстить врагам Своим, то в Новом Завете Господь показал нам совершенную любовь, что теперь уже никому нельзя мстить, никому нельзя воздавать злом за зло, но только благословлять. И поэтому, когда я услышал ночью это слово, чтобы пойти на служение, человеку необходимо благословлять людей, даже если они неправы. И Господь показал мне видение такое, когда я с одним служителем отправлялись вместе путешествовать. И Он спрашивал меня, а почему вот этот человек не пошел с нами? И меня наполнил как бы Дух Святой, я сказал ему, чтобы пойти на служение, необходимо иметь благословение в своем сердце к тем людям, которые поступают плохо, неправильно. То есть это было слово от Господа, которое пришло. И тогда на следующий день я открыл Писание, и мне открылось благословляйте. И мне пришло такое наполнение, желание, чтобы возвестить народу о том, что мы начали бы по-новому благословлять, по-особенному благословлять людей. Существуют словесные благословения, они очень важны, и прежде всего нужно благословлять устами и сердцем своим. Когда мы говорим «Мир вам», это слова благословения. Когда мы говорим «Приветствуем вас именем Господа Иисуса Христа», или мы говорим «Мир вам», или «Здравствуйте», то есть «Будьте здоровыми» и другими словами. Это тоже добрые слова. Слова благословения, они благословляют и возвышают людей. Написано «Устами праведных возвышается город». Устами праведных возвышается город. И поэтому львиты выходили, и когда они совершали жертвы, и затем обращались к народу, и поднимали руки, и благословляли народ, чтобы Израиль был благословен. И Господь сказал в числа 6,23, «Так благословляйте, сынов Израилевых, и я благословлю их». Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. То есть благословение и защита. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом, то есть обратит на Тебя особое внимание и помилует Тебя, то есть даст Тебе милость. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя, то есть будет смотреть на Тебя и даст Тебе мир, покой. И Бог сказал, так, благословляйте сынов Израилевых, и я благословлю их. Божья воля, чтобы мы призывали благословения. И когда я был в некоторых местах, я встречал разных людей. Мне была возможность видеть не только хорошее, но видеть отрицательно. И это, как бы, конечно, угнетало меня. Мне было печально от того, что я видел то или слышал то. Но Господь мне сказал благословлять. И я призвал благословения на каждого человека, которого я встретил, и который сделал для меня что-то или сказал что-то неправильно. И когда я это сделал, я испытал благословение в своем сердце и свободу. Дух Святой как бы внутренне говорил мне, что благослови этих людей. И я провозгласил благословение. Я сказал, благослови, Господь. И все, и полная тишина в сердце наступила. Все ушло. А этих людей было очень много. И я хочу сказать вам, если мы сегодня согласимся, во-первых, благословить тех, кто нас обижает. Я уверен, что вы испытаете свободу. Во-вторых, в их жизнь может прийти благословение. Может быть, Господь будет говорить их в сердцу и обращаться к ним и показывать им то, чем они неправы. Слова благословения – это больше, чем прощение. Прощение – это великое качество. Простить человека. Но простить – это значит, что как бы оставить все, ну как бы сказать, все это, чтобы залечилось, и этого больше не было. Но благословение – это еще больше. Это дальше этого пойти. Это не только простить, что человек тебе сделал, а еще дать ему что-то хорошее. Понимаете, друзья? Поэтому Бог хочет, чтобы мы благословляли и говорили добро и делали добро. Благословлять можно также какими-то делами, вещами, средствами. Это правильно делать. Потому что все, что Бог чем благословил тебя, благословляйте других людей. Слово говорит, чтобы мы почитали отца и мать свою, чтобы мы благословляли их, если они живы. Делайте это, пока возможно. Дарите им что-то, благословляйте. Делайте добро братьям и сестрам по вере, благословляйте. Приглашайте к себе в дом, угощайте чаем, пирогом, молитесь вместе Господу. Ни о ком не говорите отрицательно, потому что это не является словами благословения. Слова, они могут поражать людей. Они могут связывать их. Они могут принеслать им болезни. Они могут иногда действовать так, как колдовство. Это страшно. Этого не надо делать. Божья воля, чтобы церковь стала благословляющей церковью. В церкви ставятся люди для того, чтобы они стояли на дверях и благословляли всех входящих. Вы можете быть одним из них. Вы можете сказать, я тоже хочу благословлять людей. Всех, кто придет, всех поприветствовать любовью Христа. Принести им Божие благословения. В церкви созидаются молитвенные кружки, всякие группы домашние, служения, чтобы призывать благословения Господня. Чтобы призывать на властей, на начальствующих, чтобы призывать на президента и так далее. На всех призывать благословения. Господь говорит, благословляйте, но не проклинайте. Бог хочет, чтобы мы благословляли детей. Иисус Христос благословлял детей. И Он не сказал, что вот этого ребенка я хочу благословить, и этого не хочу. Нет. Он всех благословлял. Мы должны благословлять. Когда Стефан умирал под камнями, которые ударяли его в лицо, и все его тело, он благословлял их. Он сказал, Господи, не вмени им сего греха. То есть, пусть они не будут наказаны за это. Когда апостола Павла оставили, и он сказал, что при первом ответе никого не было со мной, но все меня оставили и бежали. То есть, он один отвечал. Он сказал, пусть не вменится им. То есть, пусть это не засчитается им как грех. Некоторые из нас, возможно, хотели сказать, ну пусть Бог спросит с него. Может быть, кто-то из нас хотел бы сказать, Бог взыщет. О, нет. Что сказать? Пусть Бог благословит этого человека. Бог судья. Бог пусть благословит. И поэтому мы должны особенно стараться благословить того, кто, возможно, был далек от нас или, может быть, не так дружелюбен. Благословляйте, приветствуйте, обнимите человека, благословите, подарите ему что-то. Что угодно. Вы можете цветы дарить, вы можете чем-то помочь. Вы исполните заповедь Господа. Когда наступает пробуждение, когда Божье благословение вскоре будет изливаться на церкви, то мы будем тщательно заботиться о том, чтобы исполнить заповедь любви. Может быть, проходили целые годы, и мы не задумывались о том, что нам надо исполнить заповедь любви. Мы думали о том, как Бог нас благословит. Возможно, мы думали о том, чтобы хорошо было нашим детям. Но, возможно, мы не думали о том, что ведь самая великая заповедь Иисуса это то, чтобы мы любили ближних, как самих себя. Любовь, да, она может иметь обличение. Любовь, она может иметь такое увещевание. Написано, Бог, кого любит, того наказывает. Но люди должны чувствовать, что вы все равно их любите. Дети должны чувствовать все равно, что мы их любим, даже если мы их накажем. Они должны верить в эту любовь, видеть ее, потому что любви должно быть гораздо больше, чем наказание. Бог призывает нас к благословению, дорогие. Мы должны собираться. Бог хочет, чтобы мы собирались сюда в воскресенье вечером и призывали благословение на ту землю, чтобы мы призвали благословение на каждого человека. Сатана придумал нецензурные слова, чтобы принести проклятие в жизнь людей. Ученые обнаружили, что меняются гены, разрушаются гены в жизни человека, когда человек говорит слова проклятия, нецензурную брань, то есть его здоровье. Его дети могут родиться умственно отсталыми, то есть людей, которые сквернословят. Сейчас по школам об этом говорят. Несцензурная брань – это слова проклятия. Бог же дал нам слова благословения. И я хочу сегодня призвать всю церковь, всех нас, чтобы мы призвали благословение на каждого человека, который мог обидеть нас, не говоря уже о тех, которые являются нашими братьями, сестрами, вашими друзьями. «Призывайте благословения», Бог говорит, «И я благословлю вас». Господь не сказал, «Призывайте благословения на некоторых только сынов Израилях», Он сказал, «На всех». И еще Господь сказал, «Если вы будете исполнять заповеди Божии, то я благословлю вас». И если вы не будете исполнять заповедей, тогда придет проклятие. Но Господь Иисус Христос на кресте Голгофе, Он принял проклятие на Себя. Он принял проклятие на Себя написано, что был проклят, висящий на древе, чтобы благословение распространилось на нас. Возможно, вас обидели родственники. Возможно, родители не были к вам добры. Возможно, ваше детство было самым печальным, каким можно только вообразить. Начните благословлять. Вас дайте добром. Благословение – это побеждать зло добром. Говорить слова благословения – это выражать лучшее, что возможно для блага других. Благословлять – это больше, чем прощать. Это что-то дать еще человеку хорошее. Благословение – это воздать добром на зло. Благословлять – это выполнить заповедь любви Христа. Благословлять – это значит быть совершенным человеком. И когда у Иова случились несчастья, он благословил Бога. Он радовался. Не то, чтобы, может быть, он веселился об этом, но он сказал, что благословляю Бога, благословен Бог. Потому что я ничего не имел. Я же родился на эту землю, на гимн. И я наг, готов возвратиться. Он не согрешил. И, конечно же, мы должны благословлять тех, кто и заслуживает благословения. Благословляйте служителей, благословляйте родителей, благословляйте детей. Нет воли Божьей, чтобы мы сказали ни одно плохое слово в ответ человеку. Нет воли Божьей. Слово говорит терпением вашим, спасайте души ваши. То есть сила вот этой любви, сила благословения, она сокрушает силу горечи. Она сильнее всего. Она сильнее. Если ты хочешь быть победителем, если мы хотим быть победителями, если мы хотим быть всегда на высоте, нам нужно принять, как закон своей жизни, обязательно благословить. Обязательно. И пусть наши последние слова, которые мы скажем, будут слова благословения. Господь меня коснулся головы. У меня здесь тепло было. Головы. У меня, по-видимому, сосуды простуженные, что ли. Ушло, ушла боль? У меня так было тепло, тепло, тепло. А потом это самое прошло. У меня болела правая нога, коленка здесь и под коленкой. Господь лечит меня своим Духом Святым. Я от Господа получаю. И вы знаете, вот теперь нога работает хорошо. Слава Богу, боли нет. Туфу. Слава Богу, боли нет. Слава Богу, боли нет.